Здравствуйте! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа о событиях недели. На встрече отметили эффективность взаимодействия республики Скафет и роль черкесской диаспоры в этом сотрудничестве в укреплении связи России и Турции. Отмечено, что черкесская диаспора Турции с большим уважением относится ко всему, что происходит на исторической родине, радуется ее достижениям и успехам, всегда готова внести посильный вклад в расширение уже налаженных контактов. Также подняли вопросы укрепления связей, сохранения языка, международного молодежного обмена. Народов нашей республики – общая история, общие обычаи, традиции, которые из поколения в поколение передали наши предки. И сегодня государство и общественно-национальные движения проводят колоссальную работу для сохранения языков, культур, обычаев на территории нашей республики. И, как я говорил, на всех пяти национальностях у нас в регионе выходят школьные книги, ведутся школьные уроки, выходят журналы и газеты, выходят телерадиопередачи. Традиционно в день рождения имениннику дарят подарки. А герой нашего следующего сюжета – Тухтар Байрамуков. В свой 90-летний юбилей сам сделал подарок школе Аула Гюрюльдывык – сертификат на 200 тысяч рублей. Почтенный Аксакал – один из самых узнаваемых и уважаемых старцев Карачаева Черкесии. Он не меценат, не миллионер, а обычный гражданин, который всю жизнь трудился в силу возможностей, помогающей людям. О юбилеаре и торжествах его честь – Мадина Каракетова. В свои 90-е он еще полон сил и жизненных планов. Глаза горят так же, как и в 24 года, когда Тухтар Хаджи Байрамуков создал семью и строил грандиозные планы на жизнь. В честь юбилея почтенного Аксакала в Аульской школе организовали настоящее торжество. Весь цвет из Джигутинского района собрался, чтобы поздравить Тухтара Хаджи. Прибыли представители общественных организаций, фондов, представители духовенства. Множество теплых пожеланий прозвучало в этот день в адрес юбиляра от односельчан и гостей. И каждый в своем выступлении отмечал большой вклад Тухтара Хаджи Байрамукова в развитие родного АОО, в поддержку национальных и духовных ценностей. Человек, который вложил очень много труда в общественные работы, и решением главы администрации и главы поселения нашего района, ему присуждено звание почетного гражданина Аула Гюрильдю. Решение провести торжественные мероприятия в аульской школе было принято неспроста. Тухтар Хаджи Байрамуков – сторонник образования и всестороннего развития подрастающих поколений. И сегодня, и тогда помогал молодым школьникам, которые воспитываются талантливым детям, и оказывает всегда и материальную, и моральную помощь. И, как видите, он и сегодня, когда ему 90 лет, и сегодня продолжает помогать нашему народу, детям, молодежи. Вот и в юбилей Тухтара Хаджи в ответ на такое внимание и уважение, проявленное к его отцу, сын юбиляра Магомед Байрамуков подарил школе от имени отца сертификат на 200 тысяч рублей. Учащиеся и преподаватели организовали праздничную концертную программу, а дома Тухтара Хаджи Байрамукова с угощениями и поздравлениями ждали многочисленные родственники и соседи. «Я благодарю всех, кто пришёл сегодня навестить меня, и хочу пожелать нашей великой стране процветания и благополучия, устойчивости всем внутренним и внешним угрозам. Желаю, чтобы справедливость восторжествовала, и матери, чьи сыновья с честью выполняют свои обязательства, вновь обняли их, живых и здоровых. Пусть Всевышний оберегает каждого из вас». Многим людям помог Тухтар Байрамуков. В его лексиконе «Отсутствует слово нет», рассказывают соседи и друзья юбиляра. Одно из важных дел, которые возвели его в глазах аульчан – строительство мечети. Верующие испытывали большие неудобства при необходимости совершать пятничные и праздничные коллективные намазы. Тухтар Байрамуков стал первым, кто поднял этот вопрос, обошёл всевозможные и невозможные инстанции, пока не добился строительства духовного сооружения. «Мы очень долго и тщательно выбирали подходящее для строительства мечети место. Каждый житель аула с удовольствием готов был предоставить свой участок земли. В итоге мы выбрали место, где в стародавние времена была мечеть. Но теперь эта земля принадлежала нашему аульчанину Ахья Уртенову. К нашей просьбе он отнёсся с уважением и беспрекословно разрешил возвести на своем участке мечеть. Более того, большинство местных жителей по мере строительства оказывали посильную материальную помощь. Были такие, что стали отдавать свою пенсию. Вот так усилиями селян мы и построили нашу мечеть». А сам при нём остался служить Муэдзином. Трижды совершил хадж в святыне мусульман Мекку. За свои богоугодные деяния Тухтар Хаджи Байрамуков не раз был награждён благодарственными адресами и медалями. Сегодня юбиляр выполняет не менее важные обязанности дедушки и прадедушки. У Тухтара Хаджи 38 внуков и 21 правнук. Будьте такими же достойными людьми, как и ваш благородный дедушка. Желаю детям при встрече от насельчания и знакомой семьи Байрамуковых. Мадина Каракетова, Медина Джанкюзова, Михак Аракирян. Вести Карачаево-Черкесия. Узжигутинский район. В Карачаево-Черкесии завершился конный переход, посвящённый Дню Возрождения Карачаевского народа. О красивейших и труднодоступных местах Карачаево-Черкесии, которые преодолевают всадники на лошадях карачаевской породы Алла Качиева. Высокогорный перевал Гумбаши. Вид с плотов фантастически красив. Здесь взору открываются характерные двуглавые вершины горы, покрытые вечными снегами. Визитная карточка Северного Кавказа. Ослепительный Эльбрус. Вдохновлённые природной красотой, чистым горным воздухом отдохнувшие и набравшиеся сил участники конного перехода отправляются дальше. Путь предстоит долгий. Во второй день конного перехода всадникам на лошадях карачаевской породы нужно преодолеть около 60 километров. Гумбаши-Худес. Несмотря на потрясающие виды окрестностей, сам маршрут не самый обустроенный. Скалистая местность меняется густым лесом, небольшими озёрами и речушками с ледниковой водой. Лошади карачаевской породы с лёгкостью преодолевают природные препятствия. Ведь их отличительной чертой являются неприхотливость, работоспособность, хорошая координация движений, крепкая конституция, устойчивость к различным заболеваниям и выносливость. А это знаменитые царские ворота, через которые проходят участники конного перехода. Скальный массив высотой около 100 метров с огромным прорубленным проходом в верхней части внешне напоминает монументальные царские ворота. Отсюда и название. Дальше мост исполинских размеров. Стартовая точка для подъёма к озеру Хурлакюль, одного из древнейших на земле, как считают учёные. Впереди Чучхурские водопады и, наконец, ущелье Худес. На этом живописном месте остаются ночевать участники конного пробега во второй день. А уже сегодня, в третий день конного перехода, посвящённого Дню возрождения карачаевского народа, участники без потерь финишировали в Учкулане. 20 апреля в субботу в высокогорном ауле Большого Карачая состоится праздник, в ходе которого выберут лучших жеребцов карачаевской породы для дальнейшего их разведения. Делегацию на всём пути сопровождает Анна Михайлова из Ставропольского края. Любительница лошадей карачаевской породы фиксирует передвижение конников и любезно предоставила некоторые видео съёмочной группе «Вестей». Алла Качиева, Левастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Подробно о финале конного перехода мы расскажем в понедельник в наших информационных выпусках. Сейчас реклама, после продолжим. Уже скоро. Кавказ Билд. Строительная выставка в минеральных водах. Громаднейший выбор материалов, оборудования, технологии, техники. 300 поставщиков из 12 стран мира. С 24 по 26 апреля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Лазерная коррекция зрения. Только современные и безопасные технологии, проверенные опытом и временем в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Иссентуки. Лазерная коррекция зрения от 14 тысяч рублей. Рекламно-производственная компания «Магма» – лидер в регионе на рынке рекламных и полиграфических услуг. В связи с расширением производства приглашает менеджеров по продажам, графических дизайнеров, операторов цифровой печати и монтажников наружной рекламы. Интересные задачи, крутые кейсы, достойная оплата труда, возможность выйти на новый профессиональный уровень. Звоните 20100 или 20300. Приходите. Черкесск, Октябрьская, 226. Станьте частью команды профессионалов. В ГТРК и правительство Магаданской области 24-25 мая проводят телефестиваль «Русский север». Цель фестиваля – привлечение внимания общественности страны к жизни людей на севере, истории освоения северных регионов России, реализуемым там государственным программам, защите природы севера, культуре народов, которые там проживают. Подробности на сайте вестимагадан.ру Отдам в хорошие руки щенков-дворняжек. Один месяц, небольшого роста. Отлично подойдут для охраны двора. Телефон 8 909 497 3501. Находится в селе Чапаевское. Передвижная выставка «Рерихи и Кавказ». Также работы молодой художницы, дизайнера и педагога Лейлы Шуковой. Сразу две выставки открылись в картинной галерее Музея-Заповедника. С экспозицией репортаж Аллы Динаевой. Выставка «Рерихи и Кавказ» — это совместная работа Санкт-Петербургского государственного музея Института семьи Рерихов и Пятигорского краеведческого музея. И посвящена она 105-летию посещения Кавказских минеральных вод Николаем Рерихом летом 1913 года. Художник и мыслитель Николай Рерих впервые оказался на земле Кавказа, курортного региона Кавказских минеральных вод и его лучшего города, курорта Кисловодска. О выдающемся художнике, который является яркой фигурой русского символизма и модерна, философе, писателе, археологе и путешественнике Николай Рерихе, собравшимся, рассказал заслуженный художник Карачева-Черкесии Мухаммед Хахандуков. Он известен тем, что поехал исследовать Тибет. Там он столкнулся с этими монахами и понял, что там древнейшие знания о древних цивилизациях. Он начал это исследовать и написал несколько больших книг. Облака, единоборства, эти и другие репродукции впечатляют. Выставочный проект «Рерихи и Кавказ» состоит из пяти разделов, каждый из которых открывают информационные баннеры. Красоту мира через восприятие молодой художницы, дизайнера и педагога Лайлы Шуковой можно посмотреть во втором и третьем залах картины галереи. Они у меня в разных техниках, в разных жанрах. В основном я рисую пейзажи, и я их рисую сухой пастелью, иногда акрилом. Картина галереи – это первая выставка. До этого я проводила свою первую выставку при институте на втором курсе. Это было в библиотечном центре. А вторую выставку я провела в прошлом месяце, уже тоже в академии на первом этаже, на факультете дизайна и искусства. 47 работ Лайлы Шуковой, выполненные в разных техниках и жанрах, представлены в двух залах картинной галереи. Я хочу поздравить молодую художницу с дебютом, с неплохим дебютом. Она занимается дизайном, она занимается живописью, графикой. Это прекрасно. Любое творчество – это прекрасно. Хочется ей пожелать всего самого доброго и дальнейших творческих успехов. Выставку «Рейрихи и Кавказы» и работы Лайлы Шуковой можно посмотреть до 2 мая. Алла Динаева, Михаил Каракелян, Вести, Карачево, Черкесия. Более 200 человек собрал конкурс ансамблевого и оркестрового исполнительства. Его провели в первой детской школе искусств. Мероприятие ориентировано на выявление профессионально перспективных учащихся, определение уровней подготовки, как важно слушать и взаимодействовать с другими музыкантами, и как дети оценивают себя, предпочтения и насколько крепка любовь к музыке, узнавала Альбина Ламкова. Звук завораживает, а исполнение впечатляет. Школа искусств Черкеска в день конкурса собрала самых талантливых детей. Они показали блестящую технику и виртуозную игру на музыкальных инструментах. И на пасу я играю. Я везде. Человек – швейцарский нож. У нас там в школе есть такая наша маленькая рок-группа. Для Полины Писаренко тяжёлый рок для души, как и народная музыка. Энергии много, её нужно выплеснуть. Классика же заставляет вникать и осмысливать суть произведения, говорит Полина. Но одно другому не мешает. Каждому выступлению участники оркестра народных инструментов «Карусель» подходят ответственно. Очень много у нас было репетиций, но надеюсь, все наши силы будут оправданы и мы победим. Не волнуюсь перед каждым выступлением. Готовлюсь хорошо и в принципе доволен. Я пять лет занимаюсь гитарой и получается три-четыре года на плавайке. Я всё наизусть знаю, оба песни мне нравятся по-своему. А какие песни? «Сельские зори» и «Выйду на улицу» играем. Воспитанники из Зеленчукской школы искусств получили на конкурсе гран-при. Руководит дружная команда ребят и обучает их игре на народных инструментах. Иван Харибов, он говорит, что с каждым ребёнком нужно работать, как с будущим лауреатом. «Виду предметы баян, домра, балалайка, гитара, а также оркестр русских народных инструментов. Отец был, скажем так, солюбитель. Он играл на баяне, и вот он мне эту любовь передал». Любимое дело отца Ивана Фёдоровича стало для него профессией. И другой преподаватель, но уже из детской школы искусств микрорайона Московского, солист Турклиев старается быть достойным своего папы. Его отец Ильяс Турклиев был заслуженным учителем республики. Солист Ильясович считает, что конкурс служит раскрытию творческого потенциала молодых музыкантов. «Республиканский конкурс народного исполнительства – замечательный праздник. Он проводится у нас раз в три года. Мы стараемся регулярно принимать участие. Такие мероприятия очень сильно мотивируют ребят играть лучше, заниматься дома». Познать секреты мастерства игры на гитаре легко, если руководитель – солист Турклиев. Говорят о нём ученики. «Я участвую в конкурсах. Это эмоции даёт хорошее настроение, уверенность в себе». «Любимые песни на гитаре – это цыганские. Они у меня получаются прям очень хорошо. Петь я не люблю. Вначале я хотел вообще заниматься по фортепиано, но как-то не срослось, и я выбрал гитару». «Ну, конкурсу мы подготовлены даже очень хорошо, так как в первом туре заняли мы первое место. В этом, наверное, мы тоже первое место займём». Артёма интуиция не подвела. Ребята заняли первое место. Программы выступающих отличались сложностью и разнообразием, в чём большая заслуга преподавателей. Приветствовал конкурсантов министр культуры Карачаева-Черкесии Зурапа Гирбов. «Я думаю, что приятно его проводить в этом зале. Прямо сейчас в двух идёт ремонт. Будет продолжаться эта работа. Сейчас нацпроект «Культура» перезапускается. Но самое главное, чтобы были педагоги и чтобы была любовь к музыке у детей. Поэтому спасибо, ребята, вам, за то, что вы там участвуете. Вы ещё даже не представляете, как это вам в жизни потом поможет, когда вы вырастет. Неважно, кем вы будете работать, чем вы будете заниматься. На то, что у вас в жизни будет музыка, всю жизнь будет делать вас счастливыми». Конкурс ансамблевого и оркестрового исполнительства получился отличным. Дети показали высокий уровень подготовки, любовь и желание молодых музыкантов заниматься творчеством. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Когда горянка в круг выходит и только руки разведёт, со стройным станом её спорят вершины гор и птиц полёт. Чувствовать ритм этнических мелодий и виртуозно воплощать его в движениях девушки из ансамбля народных танцев «Дочери Нартов» умеют профессионально, чем и радуют своих зрителей. А мастерство исполнения помогает достичь всё новых и новых высот в мире танца. Фатима Даурова побывала на одной из репетиций девичьего ансамбля и получила эстетическое удовольствие от увиденного. Овладеть уникальной техникой и стилем, освоить основы и продвинутые элементы кавказских танцев, придавая каждому движению глубокий смысл и эмоциональное насыщение. Вот к чему стремятся и хореограф, и её подопечные. Юлия Даурова, руководитель ансамбля, из числа строгих наставников, для которых важен конечный результат. Но между тем она ещё и друг-вдохновитель, умеющий настроить девочек на нужный победный лад. Она всегда нас поддерживала во всём. Она меня растила. Я очень долго занимаюсь у неё. И я очень люблю её. Мы все её очень любим и уважаем и ценим. Она всегда помогала нам во всём. Она и ругает, и поддержит всегда. Она делала всё. И делает. Победы одна за другой пополняют историю достижений молодого танцевального коллектива. Последний из них – это безоговорочное звание чемпиона в России в чемпионате по народным танцам, который прошёл в марте этого года в Москве. Преподаватели радуют, они, конечно, очень сильно. Каждая их победа, естественно, я считаю, это моя победа. Это победа наших родителей, которые нас полностью всегда поддерживают. От А до Я всё для них делают. Для выездов всё делают. И их успехи, успехи детей – это наши успехи. И все вместе мы добиваемся того, чего хотим. В репертуаре ансамбля – танцы всех народов Северного Кавказа и Закавказья. Манера исполнения, характер девичьих партий в парных танцах искусно интерпретированы хореографом и воплощены в цинических вариантах. Эти постановки роднит идея воспеть красоту кавказских девушек. Но характер исполнения отличается. В каждом из танцев отражены уклад жизни женщины и отношения к окружающему миру. Некоторые отличаются игривостью, темпом, волевым паревистым характером девушек, живущих в горах. А иные – неспешностью движений, плавностью линий, размеренностью и подчёркнутым медленным ходом и изяществом. Но во всех композициях искусно сочетаются эмоциональность и грация, страстность и сдержанность. Юные спортсмены Карачаева-Черкесии стали чемпионами и призёрами чемпионата России по тэквондо, который проходил в Самаре. Ребята тренируются в спортивном клубе «Дикая дивизия» под руководством чемпиона мира Руслана Хутова. О том, как готовились к соревнованиям и как проходят тренировки, узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Мастерские выверенные удары, гибкость и выносливость демонстрируют юные воспитанники клуба «Дикая дивизия». Тренер юных тэквондистов, чемпион мира Руслан Хутов обращает особое внимание не только физической подготовке спортсменов, но и духовному состоянию. Совсем недавно шесть ребят стали чемпионами и призёрами чемпионата России, показав стойкость и мастерство. Благодаря хорошей подготовке нам удалось завоевать призовые места, отмечает тренер Руслан Хутов. Воспитанники клуба «Дикая дивизия» в составе шести человек мы поехали в город Самару, выступили очень достойно. И чемпионы России, и призёры есть. Но шикарный результат, я доволен вполне. Бои все красочные были, по крайней мере наши дети хорошо выступили. На уровне, так скажем, задали хороший темп соперникам своим. Переживания были только за проходной бой, чтобы не слететь. Но всё хорошо. В каждый удар нужно вкладываться, и что важно, выполнять наставления тренера. Воспитанники клуба «Дикая дивизия» упорно тренируются, обращая особое внимание на кондицию, оттачивая приёмы. Одержать победу в чемпионате нам удалось благодаря серьёзным тренировкам и, конечно же, победному настрою. Чуть был мандраж, но сразу это всегда у всех есть. Я старался выиграть. Уже получилось второе. Когда готовил тренер, на что внимание обращал? На какие техники тогда? Ну, больше в связках работать. Там нога, рука. Ну, и так повторять больше. Данил Синьков достойно вышел в финал и в жёсткой схватке одержал победу и стал чемпионом России. Юный боец отмечает, чтобы одержать победу, необходимо прислушаться к советам тренера. И главное – не сдаваться. Было нормально, немного сложно. Подготовка тренера была очень усердной и сильной и взволнованной. Я хочу поблагодарить своего тренера за усердные тренировки, за хорошее отношение и, в частности, за уважение. Ребята продолжают усердно тренироваться и готовятся уже к следующим соревнованиям. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. В Донбай прошло соревнование по горнолыжному спорту, посвященное 61-й годовщине органов предварительного следствия МВД России. В открытом первенстве приняли участие юноши и девушки из Карачаева, Черкесии и Кабардино-Балкарии. В первый день юные спортсмены состязались в дисциплине «Славом гиганта», а во второй – «Славом». Для проведения первенства был выбран склон в Донбай на высоте 2500 метров. Трассы подготовили в соответствии с требованиями Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. По итогам «Славом гиганта» в возрастной группе до 14 лет победу одержали. Среди девушек Альмия Иссекуева, среди юношей Амерлан Акбаев. До 16 лет в этой же дисциплине лучшие результаты показали Амина Байрамукова, Али Кипкеев – все победители из Тиберды. А в «Славоме» до 14 лет лучшими стали Алия Узденова, Амирлан Акбаев, а до 16 лет – Амина Байрамукова и Абубакир Балаев. Победители и призеров каждой из дисциплин наградили грамотами и медалями. От имени министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии Владимира Нефедова, главному организатору соревнований, руководителю Республиканской спортивной школы по зимним видам спорта Расулу Абайханову, тренером команды и судьям, вручили благодарности за пропаганду спорта и здорового образа жизни, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и создание положительного образа сотрудника органов внутренних дел России. Трасса очень шикарная для детей, перепад, все, соответственно, шикарная трасса. Большое спасибо федерации и горнолыжной школе, которая нас пригласила, на высшем уровне провели с анимами. Спасибо огромное тренирам, директору школы. Благодарим наших коллег, поздравляем их с профессиональным праздником, 61-я годовщина отданных предварительного следствия МВД России. Желаем им дальнейших успехов в работе и в жизни. Несомненно, это пропаганда и здорового образа жизни, и безопасности в семье, и в обществе. И, конечно же, нам надо всем стремиться к взаимопониманию, сотрудничеству, чтобы в дальнейшем наша жизнь стала лучше и безопаснее. Наши ребята сегодня показали очень хороший результат. Мы очень довольны, потому что ребята из Кабардино-Балкарии, они наши постоянные соперники, скажем так, именно в спортивном плане. Но наши ребята сегодня показали уровень очень высокий. Что касается разрядов, большинство из них имеют спортивные разряды, юношеские и взрослые спортивные разряды. Хотелось бы выразить благодарность Министерству спорта Карачаево-Черкесской республики и лично министру Узденову Рашиду Исуфовичу за содействие, за помощь, за постоянную помощь нашей школе. И вот все это происходит благодаря содействию Минспорта и благодаря содействию Центра развития дополнительного образования одаренных детей «Спутник». Мы с ними тоже очень плотно сотрудничаем, работаем. И вот часть снаряжения, которое у нас на сегодняшний день имеется, это снаряжение, выделенное «Спутником». Большое им спасибо за это. В 2000 году первый раз я попал на Донбай в составе туристической группы. Мы отдыхали на санатории МВД в Железноводске, и с тех пор я полюбил эту землю. Поэтому при любой возможности, когда она появляется, стараюсь хотя бы на несколько дней посетить эти великолепные места, гостеприимный народ. И соревнования, которые сегодня прошли, получили очень большое удовольствие. Хотелось бы сказать огромные слова благодарности руководству МВД по Карачаево-Черкесии, руководству следственного управления, которые в это непростое время для страны. Они занимаются воспитанием подрастающего поколения и прославляют органы внутренних дел. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова